Ом намо Бхагаватеи Васудеи Вая Ом намо Бхагаватеи Васудеи Вая Читаем Шримак Бхагаватам Кенту, 4, 23, Махараджа Притху, 18 Читаем Шримак Бхагаватам, песня 4, глава 23, которая называется «Возвращение Махараджи Притху к Богу» и стих номер 18 Там Сарвагуна Виньясам Там Сарвагуна Виньясам Иве майя майя ньадьят Там Чанушайям Атмастам Ашваван Анушайя Пумам Яна Вайрагиа Виреяна Яна Вайрагиа Виреяна Сарупасто Яхат Прабху Там Сарвагуна Виньясам Амсарвагуна Виньясам Живе майя майя ньадь Живе майя майя ньадь Живе майя майя ньадь Там Чанушайям Атмастам Ашавану Сайи Пумам Яна Вайрагиа Виреяна Яна Вайрагиа Виреяна Сарупасто Яхат Прабху Голова Там Сарвагуна Виньясам Там Сарвагуна Виньясам Живе майя майя ньадь Живе майя майя ньадь Там Чанушайям Атмастам Там Сарвагуна Виньясам Там Чанушайям Атмастам Там Сарвагуна Виньясам Там Сарвагуна Виньясам Живе майя ньадь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что нам предлагает Господь Кришна Не оставайтесь в этом месте, которое является Дук-Халама-Шашватам Самое полное страдание И которое временно Чем-то может сказать, что «Ну вот вы страдаете, а я счастлив» Но даже если вы и являетесь счастливым, вы не сможете оставаться в этом положении. Получив духовное знание, гьяну и избавившись от материальных желаний, Придхо Махараджа обрел духовную силу и стал прабху, хозяином чувств. Таких людей иногда также называют госвами или свами. Это значит, что он вышел из-под власти материальной энергии. Того, кто обладает достаточной силой, чтобы выйти из-под влияния материальной энергии, называют прабху. В этом стихе очень важным является также слово сарупа стхах. Индивидуальное живое существо, постигая свою истинную природу, когда обретает знание, то есть осознает себя вечным слугой Кришны. Такое осознание называют сарупа палабдхи. Идя по пути преданного сужения, человек постепенно осознает свои истинные взаимоотношения с верховной личностью Бога. Постижение своей чистой духовной природы получило название сварупа палабдхи. И когда живое существо достигает этой ступени, оно осознает свои взаимоотношения с верховной личностью Бога, будь то отношения слуги и господина, дружеские, родительские или супружеские отношения. Этот уровень называется сварупа стхах. Придху Махараджа полностью осознал свою сварупу. Из последующих стихов мы узнаем, что оставив тело, он унесся из этого мира на колесницы, присланные за ним своей кунхи. Итак, это закон, согласно которому мы хотим полностью обрести осознание и выйти из-под контроля внешней энергии. Внешняя энергия действует как служанка Господа. Мы читаем о том, как она пришла Харидас Такур и попыталась его соблазнить разными способами. Но он настолько испытывал счастье в успевании, что он не привлекся всем тем, что она ему пыталась предложить. И этот уровень придет к нам тогда, когда мы поймем, что Майя, она абсолютно незначительная по сравнению с Кришной. Что бы она нам не предлагала, это все внешние вещи, и мы вечные, и как мы можем обрести удовлетворение от временных вещей. Это наша цель. Мы хотим быть способными превзойти и подняться над годами материальной природы. Тогда мы можем быть счастливы даже в этом теле. Мы цитируем о том, что каждый, Духалайма, Шашватам, каждый должен страдать, находясь в этом теле. Но преданные, даже находясь в этом мире, они могут быть счастливы. Когда мы поднимемся до Брахмабута-пасанатма, насочати-наканчати. Пасанатма, когда мы поднимемся до Брахмабута-пасанатма, тогда мы не обретаемся счастье. Насочати-наканчати, мы ни к чему не стремимся и ни о чем не скорбим. Мы удовлетворены в своей жизни. Нам не нужно что-то внешнее, чтобы обрести счастье. Такова цель. Но пока он привязан к майя, нам придется оставаться в материальном мире. Однажды садху спросили, а в чем заключается эта майя? И он подошел к дереву, обнял его, и начал так вот взывать, отпусти меня, отпусти меня. Дерево не держит нас. Майя по-настоящему не держит нас. Но вследствие нашей привязанности к ней, мы остаемся в ней. Рождение за рождение. И чтобы избавиться от этой привязанности, нам нужно что-то, что является более привлекательным. Как вот так вот мы утром поем и танцуем. Кто-то из материалистов вообще танцует у себя в комнате? Перед тем, как пойти на работу, они танцуют? Никто не танцует. Им надо есть, им надо платить за аренду, у них нет настоящего счастья. Небольшое удовольствие языка и гениталиев. Ради этого они так тяжело трудятся, и приходится испытывать столько много беспокойств. Они служат завистливым и скупым людям. Они проходят через палящее солнце и леденящий холод через столько много страданий. Мы можем встать на духовный путь, просто воспевать Харе Кришну и быть счастливы. И почему не так много людей приходят? Они считают, что это не так важно. Но то, что я делаю, это более важно. Но это значит, что они держат это дерево. Самое важное — это спасти самих себя от рождения и смерти. И самый легкий способ сделать это — стать преданным. Кришна уверяет нас, что если мы станем на платформу бхакти-йоги, то тогда мы освободимся от влияния гуд материальной природы. И у нас есть примеры. Притху Махараджа — столь многих великих душ прошлого, они достигали этого уровня. Махаджана Йенакатха — мы следуем по пути великих душ. Мы не имитируем их, мы следуем по их стопам. Шрила Прабхата тоже находился на этой платформе. И он вдохновлял нас — вы тоже можете подняться до этого уровня. Это зависит от нас. Следую. Еще одно важное слово в этом стихе — прабху. Как уже говорилось, этим словом называют того, кто полностью осознал свою истинную природу и действует соответствующим образом. Духовного Учителя отличают прабху падой, потому что он является полностью осознавшей себя душой. Пада — значит положение. И титул прабху пада указывает на то, что Духовный Учитель занимает положение прабху, то есть Верховной Личности Бога, поскольку он действует от имени Господа. До тех пор, пока человек не станет прабху хозяином своих чувств, он не имеет права выступать в роли Духовного Учителя, представителя Верховного Прабху, Господа Кришны. В своих стихах, представляющих Духовного Учителя, Шилович Натчик Криватакур говорит «Сакшат дхаритвина самасташа страя вуктастатха павята эвасад бхих». Духовного Учителя почитают наравне с Верховным Господом, так как Он — Его самый близкий и доверенный слуга. Поэтому Придху Махараджу тоже можно называть прабхупадой или, как в данном стихе, прабху. В связи с этим может возникнуть вопрос. Если Придху Махараджу был воплощением Верховной Личности Бога, наделенным особыми полномочиями Шактявеши Аватары, то почему, чтобы стать прабху, Ему нужно было следовать регулирующим принципам? Находясь на земле, Махараджу Придху играл роль идеального царя, а царь обязан учить своих подданных науке предного служения. Поэтому, подавая пример другим, Он следовал всем принципам предного служения. Точно так же, Господь Читани Махапрабху, хотя и был самим Кришной, учил нас тому, как приблизиться к Кришне, занимаясь предным служением. Господь Читани Махапрабху на собственном примере учил людей науке предного служения. Подобно этому, Придху Махараджа, который был человек сильнейшей Аватарой, воплощением Господа, тем не менее вел себя как преданный, стремящийся стать прабху. Слово «сварупастхах» означает «полное освобождение». В Бхагавадгите 2.10.6 сказано, «хиптваньетха рупам сварупе навяваститихи» Когда живое существо прекращает действие под влиянием Майи и достигает ступеней, на которые ему представляется возможность заниматься предным служением, оно становится «сварупастхах», то есть обретает освобождение. Мы верим в то, что Шридор Павлабхар тоже был Шактавей Шаватарой. Он был уполномочен Господом Нейтенантой для того, чтобы распространить эту миссию во всем мире. И он, для того, чтобы это сделать, получил всю милость Своего Духовного Ачителя. Не только Своего Духовного Ачителя, но и Госвами Вриндавана. Они приходили к Швабраде и вдохновляли его, чтобы тот перевел Шима Бхагаватам. Он сомневался, сможет ли он как-то повлиять на этот мир. Но они показывали ему, просто продолжай, и мы тебе поможем. И Швабраде — это не обычный духовный учитель. Он по-настоящему Прабхупада. Но он спустился сюда, не зашел на наш уровень, чтобы дать нам Своё общение. Чтобы учить нам Своим примером. Показывая нам, как быть преданным. Каждое утро, например, в Лос-Анджелесе он приходил в храм, и три раза в храме, закланялся перед каждыми божествами. Хотя его тело было очень слабым, тем не менее, он это делал. Чтобы показать нам, что вот такой путь. И он позволил нам общаться с Собой, хотя мы по-настоящему не были квалифицированы для этого. Я расскажу вам одну историю, которую я испытал в этом случае. В 1969 году Швабраде приехал в Лондон. Он послал меня туда до этого еще, и я там был уже старшим брамачари, и у меня было служение каждый день делать массаж в Абрабхупаде. Я особенно не умел делать массаж, и поэтому после первого дня я спросил Прабхупаду, можно ли мне пойти в библиотеку, чтобы прочитать там книги о том, как хорошо делать массаж. Но Прабхупад сказал, что нет, ты просто читай Бхагавадгиту, и Кришна изнутри расскажет тебе, как это делать. И однажды он в один день читал лекцию по Бхагавадгите, и я во время этой лекции понял то, что он не является обычным человеком, он по-настоящему представляет Бога. Он говорил о том, что Духовный Учитель является представителем Бога. И вот у меня было такое как мистическое откровение, что Прабхупада — это не обычный человек. И вот на следующее утро я отправился к Прабхупаде, чтобы делать с ним массаж, и сказал ему, «Прабхупада, мне очень понравилась ваша вчерашняя вечерняя лекция». И Прабхупада посмотрел, «О, а какая часть лекции тебе понравилась?» И я сказал, «Прабхупада, мне понравилась, когда вы сказали, что вы являетесь представителем Кришны». Ему это понравилось, он это принял. Но он-то все перевернул опять и сказал, «Ты тоже можешь быть представителем Кришны». Когда ты говоришь, «Прабхупада сказал или Кришна сказал, тогда ты тоже становишься представителем». Он принял это. Но в другой раз он отчитал меня. И это было после первой публичной программы, которую мы проводили в Лондоне, и там было около 300 человек в аудитории, в основном это были индусы. И обычно Прабхупада вел себя очень смиренно, но когда ему там во время лекции какой-то скептик, такой человек, он бросил ему вызов, он превратился во льва. И он сказал одному человеку, «Садись, ты просто ничтожество». Потому что этот человек вставал, пытался как-то спориться, что Прабхупада. Мы были молодые предны, мы никогда не видели Прабхупада в таком облике, он был таким напористым. И вот это была серия лекций, и на следующее утро я делал, что Прабхупада массаж, и я вспоминал о том, как Прабхупада вел себя так очень напористо. И я его массировал, чтобы подготовить его к следующему нокауту, который он будет давать. И я массировал, и разговаривал с ним, массировал, говорил с ним. Мое настроение было такое, что Прабхупада, вот вы и я, мы покорим весь мир. Я это не сказал, но я думал таким образом. И внезапно Прабхупада сказал, «Нет!» Мои руки буквально примерзли к его телу. И затем другим голосом, подобным ребенку, голосом, исходящим из самого сердца, он сказал, «Нет, я просто смиренный слуга». Я чувствовал себя в замешательстве, и то, что я не достоин того, чтобы находиться в одной комнате с таким человеком. Прабхупада позволял нам касаться своего тела. Он позволял нам помочь ему в его работе. Но это просто было его место. И он до сих пор дает нам эту возможность, чтобы мы могли помочь ему. Но всегда помните, что он — духовный учитель, а мы просто помогаем ему. Мы видели, что произошло, когда Прабхупада ушла с этого мира, и многие духовные учители, они упали. Потому что они начали считать, что они находились на том же самом уровне, как и Швей Прабхупада. Духовный учитель — он один, он — духовный учитель, я — духовный учитель. И следующее, что я могу делать, это заниматься сексом со своими ученицами. Поэтому Прабхупада в последние дни сказал нам, что мы должны держать ачарю в центре. Тогда мы можем действовать сотрудничая. Как Ниранжина Свами и я, я счастлив помогать ему, потому что это не его миссия, это миссия Швей Прабхупады. В противном случае есть всегда такое естественное соревнование, соперничество между братьями. Мы видели, что когда Прабхупада ушел, мы видели, что разные гуру, они пытались соперничать друг с другом, чтобы стать самым лучшим гуру. Они начали завидовать друг другу. Это не умостроение Вайкунтхи. Если мы хотим войти в духовный мир, то мы должны избавиться от зависти. И мы можем радоваться тому, что другие так замечательно служат Швей Прабхупады. Если мы продолжаем держать его в центре. В противном случае обязательно будут ссоры и зависть. Ишчхадвеша Самудвена. Весь материальный мир пронизан этой завистью. Посмотрите только, что происходит в вашей стране. Это основано на проявлении зависти. И мы, в конце концов, начинаем убивать друг друга. И мы должны подняться выше этой двойственности, потому что зависть приносит только беспокойство. А мы хотим подняться до уровня Брама-бхута. Тогда мы сможем быть счастливы в любых обстоятельствах. Это то, что нам предлагает Швей Прабхупада. Но мы должны сотрудничать друг с другом. Иногда Прабхупада приводил пример двух сыновей, один из которых массировал одну ногу, а другой — другую. И вот один говорит, нет, я это делал лучше, давай-ка я тоже буду массировать. И они начинают ссориться между собой, и пока это все происходит, отец испытывает беспокойство. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы мы обращались друг к другу. И вот я, когда читал это, я удивился, что мы называем друг друга Прабхуп, но Прабхуп – это очень возвышенный титул. Потому что Он хотел, чтобы мы уважали друг друга. Видеть хорошие качества друг другу и то, что они тоже служат. Тогда тысячи из нас могут сотрудничать вместе. В любом случае, есть объединенные нации, но действительно ли они объединены? Они не могут объединиться, потому что у них нет духовной платформы. На материальной платформе нет единства. Выживание сильнейших. Если у тебя есть могучая сила, значит, ты прав. А это материальный мир. Атеистическая философия. Эволюция. Эволюция значит, что если кто-то сильнее, то у него есть права. Убивая других. И мы хотим подняться над этим материальным миром. Если какие-то вопросы. Матхаджи. Матхаджи. То есть, когда мы занимаемся преданным и служением преданным, можно ли считать это также служением Кришне? Давайте, может быть, я пока первый вопрос переведу. Хорошо. Да. 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 Это называется Ваишнава Сева. Это очень важный аспект. Мы должны помогать друг другу. Именно поэтому Прабху научил нас, что мы должны обращаться друг к другу, Прабху. Он не нравилось, когда мы сражались друг с другом. Если вы служите кому-то, служите Ваишнава, это очень важный аспект. И давайте ваш второй вопрос, что вы хотели спросить. Спасибо. 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 Как я понял. Как мы ожидаем чего-то от Него и может Он не делать, и поэтому мы начинаем какие-то претензии к Него прилагать. и обижаться на Него, если он не делает то, что мы просим. Так вот так я правильно понял, да? Всё, хорошо. Но мы должны прекратить так поступать. Не служите Богу подобно тому, как мы являемся, что Он какой-то торговец, и вы хотите от Него получить то, что Он вам может дать. Мы будем служить Ему либо из чувства долга, либо из любви. Пропада привел пример, что в Германии после Второй мировой войны люди перестали ходить в церкви. У меня был тот же самый опыт в Японии. Потому что они молились Господу, Господь, пожалуйста, верни, сделай так, чтобы мой сын, мой муж, мой отец вернулись домой. Но они не вернулись, и поэтому они начали обвинять Господа. Поэтому не просите ничего материального. И Господь Чейтани говорил, что единственная молитва, которая у нас есть, это чтобы люди стали сознающими Кришны, и я тоже стал сознающим Кришны. И имейте хотя бы небольшую веру, что Кришна даст вам все, что вам необходимо. Почему вы молитесь о чем-то материальном? Конечно, тогда вы будете обижаться на Бога. Господь не мальчик на побегушках. Имейте веру и не молитесь таким образом. Еще какие-то вопросы есть? Последний вопрос. Как в духовной жизни обрести гьяну и вайраги? Они автоматически приходят при одному. Есть это стих Шриман Бхагаватам. Первая песня. Вы не знаете? Шриман Бхагаватам. Первая песня. Вот эти вещи, гьяны и вайраги, они стоят перед нами со сложными руками, когда мы становимся преданными, желая нам предложить себя. Конечно же, для того, чтобы стать чистым преданным, нам необходимо какое-то отречение и знание о Кришне. Но в нектар-педанности он говорит, что в конечном счете нам не нужно слишком беспокоиться о этих вещах. Еще вопрос, да? Духовные учителя, они уходят с этого мира, и как нам после ухода сохранить эту связь и не упасть духом? Духовный учитель означает, что он выше материального мира. Почему мы считаем, что он может общаться с нами только через свое физическое тело? В какой-то момент времени я должен был в течение многого времени оставаться один в Гонконге. И Шевруппата написал ему, что значит быть одному? Вайшнах никогда не один. Он сказал, что, подобно тому, как я пришел в одиночку в вашу страну, но я никогда не был один, я всегда чувствовал присутствие своего духовного учителя. Такова потенция духовного учителя. Он может вести нас даже после того, как оставит свое физическое тело. Продолжение следует...